Рабочие программы 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 Откуда вообще появилась необходимость создавать рабочие программы? Я цитирую для вас стандарт, то, что вы видите сейчас перед собой на экране. Ежевременным шрифтом я выделил то, что основная образовательная программа общего образования должна содержать следующие разделы, и помимо пояснительной записки и прочих аспектов, она должна содержать программы отдельных учебных предметов и курсов. То есть, хотим мы того или не хотим, у нас необходимость рабочей программы прописана уже в самом федеральном стандарте. На чем основывается образовательная программа общего образования? Она разрабатывается на основе примерной основной образовательной программы общего образования и должна обеспечить достижение обучающимся результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными стандартом. То есть, здесь у нас появляется еще один термин новый, и это планируемые результаты. Мы не будем говорить о них сегодня подробно, они все перечислены в стандарте. Есть специальное методическое пособие, которое называется «Планируемые результаты», где можно информацию найти. Следующий документ, который нам с вами требуется, это примерная программа по иностранному языку. Она содержит общую характеристику учебного предмета, включая цели и задачи курса, основные содержательные линии, предметное содержание речи, коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства, навыки пользования ими, социокультурную осведомленность, учебные умения и общеучебные умения, универсальные учебные действия, а также тематическое планирование находится тоже в примерной программе. То, что обязательно должны пройти за определенные годы. Сейчас перед вами появилось извлечение из примерной программы, текст довольно мелкий, Я специально не стал делать его слишком крупным, поскольку детально вы его вполне все прекрасно знаете, вы основываете свою работу на примерной программе, но вы видите, перед вами на экране появилось, предметное содержание речи, примерные темы перечислены, катинные умения по видам речевой деятельности, то, что ученики должны уметь делать, языковые средства и навыки пользования ими, и все эти аспекты прописаны по годам обучения, точнее по ступеням обучения. Грамматическая сторона речи и так далее. Программа курса, которая создается авторами курса, как правило, содержит в себе характеристику курса, раскрывает авторский подход к подаче материала и методическую концепцию курса, показывает взаимосвязь курса с стандартом обучения, включает содержание обучения в курсе по коммуникативным умениям, развитию компетенции и языковому материалу, описывает систему контроля и оценения учащихся в рамках курса, то есть другими словами, программа курса конкретизирует требования стандарта требования примерной программы и показывает, как именно в рамках этого курса эти требования реализуются и каким образом планируемые результаты достигаются. То есть фактически вот эти вот материалы для вас являются основными для того, чтобы можно было создать свою рабочую программу. Перед вами сейчас на экране программа курса happyenglish.ru для 5-9 классов и извлечения из нее, где автор описывает особенности курса. Программа курса Enjoy English для 2-11 классов и точно так же извлечения, где описываются и особенности курса, и особенности обучения видом речевой деятельности в рамках данного курса. Вы сейчас на экране видите программу курсов Millie и New Learning English, в которых тоже есть необходимая информация. Но, конечно же, этой информации в программе очень много. Для рабочей программы не вся информация требуется. Давайте мы с вами посмотрим подробно на то, что входит, должно входить, соответственно, стандартно в программу курса или предмета. Сейчас на экране цитаты из стандарта, но прежде чем говорить об этом, давайте подумаем вот о чем. Как я уже говорил, рабочая программа и тематическое планирование – это документы внутришкольные. На сайте inglesstitches.ru на форуме очень многие учителя размещают свои рабочие программы. И, к сожалению, мы все с вами видим, что как бы они прекрасно не были написаны, не бывает таких программ практически, которые были бы универсальны и подходили бы всем. Почему? По одной простой причине. Даже оформление рабочей программы от школы к школе очень сильно разнится. В одной школе требуются три графы, в другой школе больше граф, требуется вписывать определенное количество информации. То есть разные программы по-разному создаются в разных школах. Откуда произошла такая ситуация? Именно оттуда, что за рабочую программу отвечает само образовательное учреждение. И, к сожалению, нередки такие ситуации, о которых рассказывают учителя. Когда начинается лето, вы тратите очень много времени на то, чтобы написать рабочую программу, сдаете ее, и вдруг перед самым началом учебного года вам администрация говорит, вы знаете, надо все здесь переделать, сделайте вот так, вот так и вот так. Мы теперь будем делать вот так. Почему такие ситуации возникают? По одной простой причине. Если в школе нет документа, который описывал бы, каким образом должна быть оформлена рабочая программа, то вы не защищены от того, что требования могут поменяться в любую секунду. Более того, иногда бывают ситуации, о них тоже писают часто на форуме, что приезжает какая-то комиссия, начинает проверять и говорит, у вас неправильно написана рабочая программа, ее надо написать по-другому. А на вопрос о том, каким образом ее написать, как ее оформить, комиссия иногда, к сожалению, отвечает, мы не знаем, но у вас точно неправильно написано. Так вот, коллеги, вы теперь можете ссылаться на стандарт, в котором говорится, что рабочая программа – это документ внутри школьной. Поэтому, если у вас в школе еще нет положения о рабочей программе, я очень вам советую собраться методическим объединением, решить, в каком виде рабочая программа для вас была бы удобна, вынести этот вопрос на педагогический совет и принять такое положение специальным постановлением. Потому что в таком случае вы будете гарантированы от того, что вам приедут и скажут, что не так у вас сделана программа или вас попросят ее переработать. Что же должна программа курса или предмета в себя включать? Цитирую стандарт. Программы отдельных учебных предметов курсов должны содержать 1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета. 2. Общую характеристику учебного предмета курса. 3. Описание места учебного предмета курса в учебном плане. 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета курса. 5. Содержание учебного предмета курса. Включаю. 6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. И, наконец, планируемые результаты изучения учебного предмета курса. То есть в стандарте дается самый необходимый минимум. Меньше этого написать нельзя. Больше можно сколько угодно, и здесь зависит от того, какое положение о рабочих программах существует в образовательном учреждении. Если у вас нет положения о рабочей программе, я советую тогда хотя бы в рамках методического объединения принять решение, что вам необходимо включить в программу и опираться как раз на требования стандарта, который перечислен на том слайде, который вы сейчас перед собой видите. Сам стандарт вы можете скачать на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. Вы можете этот стандарт скачать также на сайте standard.edu.ru и взять вот эту информацию за основу. Но давайте мы с вами посмотрим, в каком виде эту информацию можно подавать, где ее взять, как нам вообще поступить таким образом, чтобы не пришлось все это придумывать из головы и потратить целый лет на то, чтобы написать и оформить все бумаги. Потому что, конечно же, бумажная работа здесь предстоит немало. Этот труд можно себе облегчить. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Несколько слов о планируемых результатах обучения, которые мы закладываем в программу. Результаты делятся на личностные, которые контролю не подлежат, но, тем не менее, необходимо нам описывать механизмы их достижения, каким образом мы их планируем достигать. Результаты мета-предметные и предметные, которые контролю как раз подлежат. В конце каждой ступени обучения. По итогам 4 класса, это контроль внутришкольный, то есть вы сами разрабатываете контрольные материалы. По итогам 9 и 11 классов, это государственная итоговая аттестация. Если вы читали проект стандарта для старшей школы, то вы видели, наверное, что в соответствии с последней версией стандарта, который передан на утверждение, единый государственный экзамен по иностранным языкам становится обязательным для всех. Поэтому, если стандарт будет утвержден, а скорее всего он будет принят, то нам нужно будет готовиться к тому, что достижение планируемых результатов будет проверять внешней проверкой обязательно по иностранным языкам. И тем более для нас с вами рабочая программа становится особенно важной. Несколько примеров планируемых результатов обучения. Я их выписал из стандарта, давайте на них посмотрим. Итак, личностный результат выпускников основной средней школы, формируемой при изучении иностранного языка. Включают в себя формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области иностранный язык. Осознание возможности самореализации средствами иностранного языка. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность и так далее. Полный список планируемых результатов, еще раз напомню, можно взять в самом стандарте. Естественно, проконтролировать достижение таких результатов крайне сложно, потому что, ну как можно проверить, насколько у ребенка воля или эмпатия развилась, насколько у ребенка сформировалось стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. Но закладывать в нашу с вами документацию, планировать при планировании общего курса обучения достижения таких результатов необходимо. И я покажу вам несколько примеров сегодня, как можно об этом красиво и удобно, самое главное, написать в рабочей программе. Итак, подробнее о рабочей программе. Рабочая программа, естественно, должна соответствовать требованиям Федерального государственного общеобразовательного стандарта. Поэтому, если у вас есть внутришкольное положение о рабочих программах, сравните его со стандартом. Все ли там отражено, если необходимый минимум дается. Далее. Зачем нужна рабочая программа? Затем, что она отражает реальную ситуацию в школе и конкретном классе. Я успел немножечко почитать ваше обсуждение, то есть сейчас перед началом вебинара шла речь о том, у кого сколько учебных недель, 34 или 35. А представьте ситуацию, когда школа работает по семестрам или по триместрам. Совершенно другая картина рисуется, распределение часов и нагрузки немножечко, то есть даже при общем количестве часов, одинаковом, все равно будет по-другому немного планирование создаваться, правда же? Я вчера проводил семинар в горле Соктывкар, только сегодня утром прилетел оттуда. И один из вопросов, который мне задавали слушатели, как раз речь шла о новом учебнике Enjoy English для пятого класса. И один из вопросов был, мы учимся по семестрам, если мы попадем на середину юнита и у нас семестр заканчивается, удобно ли будет работать? Ответ был, конечно, удобно, потому что там все делится по секциям, и секция это 2-3 урока, и все рассчитано на количество часов стандартное. То есть это вопрос решаемый. Тем не менее, в рабочей программе такие вещи и в календарно-тематическом планете тоже придется отражать. Потом, более того, вы сами знаете, какие бывают ситуации. Вы уже с этим классом работали, вы приходите с ним работать в следующем году, и вы знаете, например, что не все дети в этом классе быстро обучаются. К сожалению, таких детей у нас немало, не все мотивированы к изучению иностранного языка, и нужны дополнительные часы. И замечательно, когда эти дополнительные часы заложены в виде резервных уроков в самом УМК. А если таких уроков нет, как здесь быть? Конечно же, тогда приходится перераспределять рабочее время, заранее заботиться о резервных уроках и закладывать их тоже в рабочие программы. Поэтому, с одной стороны, рабочая программа – это, конечно, документ, который приходится разрабатывать очень тщательно, а с другой стороны, это документ, который может стать для вас палочкой-выручалочкой в случае любых проверок и сложных моментов. Рабочая программа также использует школьный компонент, если он есть. В соответствии с проектом стандарта для старших классов, если вы его почитаете, вы увидите, что на школьный компонент может выделяться до 30% времени. И как раз вот в этот школьный компонент вы можете заложить и резервные уроки, и какие-то дополнительные темы, и более тщательную проработку определенных тем, и подготовка к итоговой аттестации и так далее. Поэтому, я думаю, имеет смысл поговорить с администрацией, если есть школьный компонент, какую-то часть часов из него попробовать взять в любом случае, он не помешает. Какие нормы определяет формат рабочей программы? Как я уже говорил, это внутришкольное положение, если оно есть, и региональные методические положения, и письма, опять же, если они есть. В ряде регионов такие положения есть, и все школы примерно в одинаковом формате рабочие программы создают. Но, насколько я знаю, в большинстве регионов таких методических документов просто нет. И все это, опять же, ложится на плечи школы. И это, на самом деле, неплохо, потому что школа может сама решить, какой формат удобен, какой формат наиболее точно подходит большинству учителей, и в таком виде рабочие программы и создавать. Давайте мы с вами посмотрим на некоторые примеры из рабочих программ. Слайд, опять же, довольно мелкий, но если вам будет интересно, то эту презентацию я выложу в интернете. Вы ее сможете скачать, посмотреть более подробно и изучить. Я для себя эти слайды распечатал для того, чтобы можно было посмотреть. Несколько примеров того, что может быть написано в рабочих программах. Но давайте мы с вами подумаем, а все ли нам здесь удобно, потому что есть один важный принцип. Если мы в программу что-то закладываем, то эти вещи должны быть проверяемы, и эти результаты должны быть очевидны, они должны быть демонстрируемы. Давайте я вам прочитаю извлечение из одного из примеров рабочей программы, которую создавала учительница одной школы. В результате изучения английского языка на ступень начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, как основа умения учиться. В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренние позиции обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. И так далее. Вот таким языком дальше рабочая программа написана. Уважаемые коллеги, конечно, эта программа выглядит неплохо, но вы знаете, всегда, вероятно, такая ситуация, когда автор рабочей программы попросит прокомментировать, каким образом будет, например, формироваться у детей способность к моральной децентрации. И что автор, собственно, под этим имел в виду. И если эти действия уже будут сформированы, то что мы будем делать дальше, в средних классах и в старших классах. Поэтому я бы посоветовал бы особенно тщательно подходить к формулировкам. Как эти формулировки могут выглядеть более удобно, я вам сейчас покажу. Не будем детально анализировать программу, которая составлялась в качестве примера. Давайте мы с вами посмотрим на выпущенную рабочую программу к курсу английского языка «Английский с удовольствием. Enjoy English для 2-го и 4-го классов». Авторы этой программы Мирея Забатова-Набибалетова и Наталья Николаевна Трубанева. Я процитирую отрывок из программы. Вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных результатов в процессе обучения в начальной школе по курсу Enjoy English может выразиться в следующем. Я не буду читать все. Давайте я вам приведу один только пример. Развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей, соблюдение норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включенный в ОМК. То есть, обратите внимание, мы говорим о личностных результатах здесь, но мы четко показываем, за счет чего эти личностные результаты будут достигаться и в чем они будут демонстрироваться. Будут достигаться за счет того, что соответствующий ролевой репертуар в ОМК входит и демонстрируется в ходе как раз этих ролевых игр, в ходе деятельности на уроках. Если у вас любой проверяющий спросит, а где этот ролевой репертуар, вы легко можете отослать к содержанию учебника и к тематическому планированию. Далее пример из рабочей программы. Развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения, в процессе совместной деятельности, в том числе проектной. Опять же, после каждого раздела учебника у нас большая проектная работа, и вы легко можете показать, за счет чего навыки сотрудничества будут развиваться, в каких именно упражнениях конкретных, в каких именно моментах. Формирование уважительного отношения, чуть выше читаю, формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов. Опять же, за счет чего формируется? За счет социокультурного материала, который в учебник включен, и за счет того же самого ролевого репертуара. То есть, на самом деле, если программа написана рабочая понятным языком и результаты демонстрируемы, то вы легко ее сможете защитить, отстоять или просто обосновать в случае любой проверки, любой аттестации и так далее. Далее, в той же рабочей программе после личностных умений, Мирея Забатова-Бибаретова и Наталья Николаевна Турбанева описывают достижения следующих метапредметных умений. Например, принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи. Например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке. То есть, опять дается совершенно четкий конкретный пример того, каким образом эти метапредметные умения будут развиваться. Или же, понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило-алгоритм с целью достижения успеха. Например, при достижении взаимопонимания в процессе идеологического общения. Уважаемые коллеги, я бы вам посоветовал при разработке ваших собственных рабочих программ пойти по такому же пути. То есть, если у вас есть готовая рабочая программа курса, вы ее можете взять, взять оттуда всю информацию и просто ее под собственный класс по количеству часов адаптировать, если вам это потребуется, или по тематике. Если у вас нет готовой рабочей программы, а мы сейчас поговорим о том, какие рабочие программы уже вышли, которые готовятся к выходу. Так вот, если у вас нет готовой рабочей программы, то вы можете поступить именно таким же образом. То есть, описывать планируемый результат и в скобках, или просто после него указывать с помощью каких средств, с помощью каких приемов, или в процессе какого общения этот результат будет достигаться. Как видите, по этой цитате из рабочей программы, описание довольно подробное. И даже если вы работаете не по учебникам Enjoy English, а по другим учебникам, я думаю, что сама эта книжечка, рабочие программы курсу Enjoy English для 2-го и 4-го класса, может стать неплохим подспорьем. В виде того, можно использовать ее как образец того, каким образом можно написать рабочую программу. Посмотрите, перед вами сейчас страница из программы, довольно подробная информация дается. Готовится к печати рабочей программы к курсу английского языка HappyEnglish.ru для 2-го и 4-го классов. Авторы Клары Сакуна-Кауфман, Марианна Юлина-Кауфман. С разрешения авторов я выкладываю вам сейчас информацию уже о тревки из рабочей программы. Она сейчас находится в стадии редактирования, авторы заканчивают над ней работу, и мы рассчитываем на то, что к новому учебному году эта рабочая программа уже будет. Итак, программа содержит краткую характеристику курса HappyEnglish.ru для начальной школы. Посмотрите, пожалуйста. Курс счастливый английский.ru HappyEnglish.ru для 2-го и 4-го классов создавался с учетом требований стандарта и примерной программы по английскому языку. Курс основан на следующих принципах. Сознательность в изучении языковых и речевых особенностей английского языка. Пассивность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков и умения от простого к сложному. Системность и систематичность, выраженные в одной системе заданий, в единой системе заданий, прошу прощения, и постоянном повторении изученного языкового материала и употреблении его в речи на уроках. Образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий. Социокультурная направленность курса, развитие информационной компетенции учащихся, междисциплинарность учебного материала, развитие когнитивных способностей учащихся с помощью заданий, направленных на анализ и синтез информации, проблемное обучение и выполнение проектных работ, развитие самостоятельности учащихся в ходе выполнения проблемных заданий, игр и проектных работ, опоры на родной язык и сопоставительный анализ явлений изучаемого и родного языка. И далее в рабочей программе идет следующая таблица. В левой колонке перечислены планируемые результаты, а в правой колонке описываются средства УМК для их достижения. Не будем смотреть на них на все подробно, сама программа выйдет и можно будет информацию взять оттуда, а также скачать данную презентацию. Позвольте вам привести пару примеров. Например, овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Пример внизу колонки левой. Какие средства УМК позволяют достичь такого результата и этого требования стандарта? Игровые задания, требующие сообразительности и быстрой реакции. Задания на расшифровку зашифрованных текстов. Отгадывание ребусов. Приучают школьников обращать внимание на изменяющиеся условия жизни в рамках учебных ситуаций и соответственно осуществлять учебную и игровую деятельность. Или верхний результат. Формирование основ российской гражданской идентичности. За счет чего происходит. Сюжетное построение и рубрика путешествия в королевство позволяют школьникам получить информацию о родной стране, сопоставить с информацией о странах изучаемого языка и научиться позиционировать себя как гражданина России и своей малой родины. Воспринимать Россию как важную и неотъемную часть мировой цивилизации. Я надеюсь, что мне удалось вам показать, как такие сложные вещи, как личностные результаты, планируемые, можно описать в рабочей программе простым, четким языком, с конкретными ссылками на репертуар ролевой учебника, на другие средства УМК, которые уже заложены. И таким образом программа может быть написана достаточно легко. Для того, чтобы помочь вам написать эти рабочие программы, я попытался на следующих слайдах перечислить основные методические принципы различных курсов, которые вы можете отразить в вашей рабочей программе, чтобы вам не пришлось слишком долго искать информацию в программе курса или в книге для учителя. Конечно, для более подробной информации необходима будет сама программа курса, либо книга для учителя, либо и то, и другое вместе. Но какой-то определенный минимум я постарался для вас дать. Итак, методические принципы курса Enjoy English для отражения в программе. Прежде всего, курс основан на деятельностном подходе. Если мы говорим о начальной школе, то вы помните, у нас каждый урок это отдельное приключение, отдельная ролевая игра фактически. Если мы говорим о средней школе, то здесь у нас каждый юнит подчинен определенной цели. И в учебнике прежнем для 5-6 класса, например, и в новом учебнике для 5 класса, который уже вышел, и в учебнике 6 класса, который готовится к выходу и выйдет к лету, вся информация подчинена определенным конкретным практическим заданиям. То есть, помимо того, что мы занимаемся речевой деятельностью, говорением, чтением, аудиванием, письмом, школьники очень четко понимают, чего они пытаются добиться. В 5 классе это подготовка к поездке в Великобританию. В 6 классе мы говорим о культуре путешественников, о том, как принять зарубежных гостей в своей стране, о том, как можно путешествовать. То есть, темы детям близки и понятны, и благодаря этому деятельность совершенно понятной становится. Следующий методический принцип. Курс позволяет выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с помощью избыточного количества материала, наличия разноуровневых упражнений, обучающих компьютерных программ и так далее. И вот этот принцип почему важен? Потому что в рабочей программе вы можете выбирать ровно тот материал и те упражнения, которые вам необходимы. И благодаря наличию этого принципа, если вы какие-то вещи отставите в сторону, потому что невозможно за один урок охватить весь материал, который заложен в УМК, то есть и в учебниках, и в рабочей тетрадке, и в обучающую компьютерную программу. Это сделано специально для того, чтобы у детей была возможность выстроить индивидуальную образовательную траекторию. Чтобы и для сильных учеников материала хватало, и для учеников средних, и даже слабые ученики могли, выполнив определенный минимум, получить необходимые основные знания и умения. Далее. Курс помогает подготовить к итогу аттестации в 4, 9 и 11 классах. За счет чего? За счет того, что там дается конкретный формат заданий, знания которого необходимы для аттестации. За счет того, что появились у нас приложения Learning Strategies. Кстати, обратите внимание, приложение Learning Strategies добавлено во все учебники курса, в том числе и с 5 по 9 класс. До сих пор они были только в 10-11 классе, но оказалась такая успешная вещь, настолько востребованная, удобная для учителей и для учеников, что сейчас в каждом классе есть приложение с 5 по 9 Learning Strategies. Что приложение собой представляет? Это памятки на английском языке на общеучебные умения и на работу с определенными форматами заданий. Памятки даются в качестве и языкового материала, и в качестве развития общеучебных умений детей. Если, например, кто-то из детей что-то не умеет делать, может прочитать памятку, там даются ссылки на упражнения, особенно в 10-11 классе, и на разделы учебника, где можно посмотреть и потренировать эти умения. Если ребенок уже умеет это хорошо делать, ему не обязательно читать такие задания, такие объяснения. То есть, таким образом, как раз это является еще одним средством не только подготовки к итоговой аттестации, но и построения индивидуальной образовательной траектории. Плюс у нас есть рабочая тетрадь номер 2 контрольной работы к учебникам для 4-го класса, 9-го, 10-го и 11-го. Это специальные тренировочные рабочие тетради с аудиозаписью. Тетради, которые позволяют не только выполнять контрольные работы в определенном формате, потому что вы сами знаете, в самих учебниках достаточно контрольных заданий. После каждого юнита у нас есть Progres Check, плюс 4-го класса Начинай, еще и Test Yourself. То есть, Progres Check на коммуникативное умение, Test Yourself на языковые знания. Которые мы проверяем в соответствии с требованиями примерной программы. Но рабочие тетради номер 2 контрольной работы позволяют научиться стратегиям выполнения этих заданий, расширить словарный запас и полностью соответствуют рабочей примерной программе. Поэтому, даже если вы работаете по другим учебникам, присмотритесь. Возможно, эти рабочие тетради номер 2 контрольной работы пригодятся вам либо для того, чтобы разработать свои контрольные задания после 4-го класса, либо для того, чтобы подготовить детей к ЕГЭ или к ЕГЭ. Следующий принцип. Курс соблюдает баланс видов речевой деятельности и форматов работы. На каждом уроке обязательно используются все виды речевой деятельности и говорения, и письмо, и аудирование, и чтение. И обязательно даются и групповая работа, и задания для парной работы, и задания для работы индивидуальной. То есть, у каждого ребенка есть шанс и самому развиваться, и развиваться в общении со сверстниками, и развиваться в общении с преподавателем за счет фронтальной работы групповой. Курс обеспечивает регулярный контроль. Как я уже говорил, после каждого юнита у нас есть progress check. Начиная с 4-го класса добавляется еще и test yourself, рабочая тетрадь номер 2 контрольной работы, тесты в обучающих компьютерных программах. Плюс на сайте rooteachers.ru есть тесты итоговые, которые можно сделать в конце года. Есть тесты входные, которые можно сделать в первых числах сентября. И сейчас готовимся выкладывать по-юнитные тесты для 10-х и 11-х классов. Для того, чтобы разнообразить какую-то работу, сделать контроль автоматическим, чтобы вы могли эти тесты поделать еще с детьми или предложить им в качестве тренировочных потренироваться с ними самими. Плюс курс предусматривает резервные уроки для работы по самокоррекции и развитию умений самоконтроля. И, наконец, курс ориентирован на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов стандарта благодаря содержанию, тематике курса и подаче материала. Я думаю, те, кто работают с учебниками Enjoy English, вполне могут с ними работать. Коллеги, те, кто пришли чуть попозже, я вижу просто вопрос. Если позволите, я пока сейчас отвечу на них. Кто-то пишет, надо купить. Это, я полагаю, вы говорите про рабочие программы. Вы знаете, проблема вот в чем иногда бывает. Книжные магазины не очень охотно методическую литературу поставляют, потому что они понимают, что учебники будут продаваться гораздо лучше, чем рабочие программы. Поэтому, коллеги, если у вас нет в магазине рабочей программы, если не обещают привезти даже под заказ, вы можете напрямую заказывать в издательстве. Можете взять любой учебник. На последней странице обложки дается информация, как приобрести книги в самом издательстве. То есть, можно наложенным платежом, если вы покупаете на целый класс, то можно заключить договор, и тогда с предоплатой, но тогда доставка дешевле получается. То есть, способов очень много разных. Следующий вопрос. Есть рабочая программа для Нины Дэн и для Милли? Коллеги, есть программа курса целиком. Самой рабочей программы под новые стандарты пока еще не написано, но программа курса содержит всю информацию, которая необходима для того, чтобы такую рабочую программу написать. Следующий вопрос. А презентацию скачать можно? Коллеги, презентацию скачать можно будет. Мы ее завтра выложим на сайте englishstitches.ru. Все это можно будет сделать. Следующий вопрос. Как сказать, что я подключилась? Первый раз принимаю участие. Наталья Борисовна Донецкая. Наталья Борисовна, мы вас видим. Вы подключились. Говорить вслух ничего не надо, достаточно написать в чате. Большое спасибо, очень рад вас приветствовать. В интернете не будет? Я полагаю, это вопрос о рабочих программах. Коллеги, целиком книгу рабочей программы, наверное, пока мы выкладывать не будем, хотя об этом стоит подумать. Клариса Акона Кауфман уже пообещала, что летом рабочие программы она предоставит для скачивания, насколько я понимаю, либо в полном варианте, либо в частичном, необходимом для того, чтобы подготовиться. И плюс, только сегодня мы получили разрешение от авторов курса Enjoy English на то, чтобы выложить тематическое планирование к учебнику Enjoy English, к новому для пятого класса, для свободного, бесплатного скачивания на сайте EnglishTeachers.ru. Поэтому, если кто-то из вас уже по новым учебникам начинает работать, с пятого класса на стандарт переходит, и берете новый учебник Enjoy English для пятого класса, вы сможете рабочую программу написать. Клара Исааковна рабочую программу предоставит, она об этом писала, кстати, и на сайте EnglishTeachers.ru. Выложите, пожалуйста, выложим. Пойдемте дальше, коллеги, посмотрим на методические принципы следующих курсов, и каким образом, что стоит отразить в рабочих программах. Для тех, кто даже не работает по этим курсам, интересно будет сравнить. Итак, принцип HappyEnglish.ru, который можно отразить в программе. Следующее. Погружение школьников в языковую среду и мотивации с помощью занимательного сюжета. Дети следят за приключениями героев, они им сопереживают, и сюжет является тем двигателем, который позволяет и новую информацию ввести языковую, и дать социокультурную информацию, и показать, как правильно действовать, как неправильно, и воспитывать. А поскольку сюжет интересный, на форуме даже взрослый один учитель написал, что он зачитывается сюжетом учебники для второго класса, HappyEnglish.ru с нетерпением ждет, когда он в следующем году начнет по учебникам для третьего класса работать. Ему этот сюжет очень понравился. Так что и взрослым людям это тоже интересно, мотивация повышается. Следующий принцип. Пассивность для учащихся разных уровней через постепенность подачи материала в сочетании с системой отработки умений. Вот это тоже очень важный принцип, потому что на самом деле, вы знаете, как иногда бывает, если слишком много материала конкретного, несколько букв новых, например, при изучении алфавита, за один урок дать, слишком много нового материала, то дети просто с ним могут не справляться, начинают отставать, и бывает неудобно. И нам с вами приходится таким образом тогда планировать работу, чтобы материал чем-то разбавить. А вот здесь авторы уже заложили принцип пассивности для учащихся, за счет того, что материал подается постепенно. Если мы с вами посмотрим на новые учебники HappyEnglish.ru для второго, третьего и четвертого классов, то вы увидите, что во втором классе изучение материала идет неспешно, закладываются основы, прочные знания и прочные умения. В третьем классе материал добавляется и темп увеличивается, а в четвертом классе темп берется довольно высокий для того, чтобы удобно было перейти на учебник для пятого класса, и для того, чтобы подготовиться к итоговой аттестации по результатам четвертого класса. Но все это дается вместе с системой заданий, которая позволяет отработать и знания, и умения. Далее, сопоставительный анализ родного и изучаемого языка. Грамматические правила объясняются на русском языке, для того, чтобы детям это было понятно, чтобы они могли дома посмотреть, и обязательно в сравнении с тем, как что происходит в родном языке, потому что такое сравнение очень часто позволяет детям лучше понять и изучаемый предмет, английский язык, и собственный родной язык тоже. Социокультурная направленность обучения. Богатейший социокультурный материал представлен в учебниках HappyEnglish.ru. Те, кто по ним работают, вы знаете. Те, кто еще не знаком с учебниками для начальной школы, мы следим в них, я вам расскажу несколько слов, скажу. Мы следим за приключениями девочки Ани, которая вместе с родителями прилетела в Лондон, и там девочка знакомится с волшебным вордом Седриком, путешествует по Лондону, а в третьих и четвертых классах, поскольку учебники только недавно вышли, они пока еще мало кому достались, в третьих и четвертых классах начинаются самые настоящие, очень увлекательные приключения. Аня находит волшебную палочку, с помощью которой она случайно освобождает фею Моргану. Фея Моргана раньше была одной из великих друидов, которые пытались Англию спасти от нашествия, а потом решила, что она и сама может королевой стать. И вот теперь задача Ани – помочь ворону Седрику, волшебному ворону, избавиться от этой феи, сделать ее безопасной, для того, чтобы Англия выжила, устояла и так далее. То есть приключения полуволшебные, но они позволяют и с историей познакомиться страны, и со многими-многими аспектами реальной жизни в Лондоне. Далее. Оригинальная подача грамматического материала. В начальной школе материал дается в виде историй с глаголами «дракошами». После того, как учебники прошли экспертизу для 5-9 класса, на соответственно нового стандарта, вернее, для прохождения этой экспертизы, в учебники были внесены изменения. В учебниках для 5-9 класса никаких «дракош» теперь уже нет. Грамматика объясняется очень понятно, очень подробно, но более традиционным путем, потому что те дети, которые начнут изучать английский язык с помощью «Hapinglish.ru» для начальной школы, познакомятся с грамматикой в образах игровым способом, а затем они свои знания еще раз закрепят вполне традиционными методами. Но вы сами знаете, что пособия, вернее, объяснение грамматического материала авторов Клары Исаакуна и Марианы Юрьевны Кауфман, многие помнят еще по рабочим тетрадям к учебникам «Hapinglish» Татьяны Борисовны Клементьевой, эти пособия ставятся понятностью, доступностью, четкостью и удобством для детей. Следующий принцип. Возможность самостоятельной работы школьников способен мистер Хелп идет на помощь. Это дополнительное пособие, которое содержит ответы на упражнения, которые дети выполняют в классе, дополнительные упражнения, на случай, если ребенок привык просто ответы списывать, а сам поработать не желает, всегда можно дать дополнительные материалы. Объяснение правил еще раз, и новый материал на русском языке, чтобы если ребенок пропустил урок, заболел, не понял что-то, мог прочитать еще раз, да и чтобы родители могли прочитать, помочь ребенку разобраться, а иногда и проконтролировать. И плюс методические рекомендации для учителя и советы. Обилие справочного материала на родном языке. Этого материала в учебниках очень много. Конечно же, сначала материал идет на родном языке во втором классе, потом его количество уменьшается, уменьшается, уменьшается. Но даже в 11 классе, когда у нас появляется очень важная рубрика exam know-how, в которой мы помогаем ученикам готовиться к итоговой аттестации, в том числе и в ЕГЭ, часть объяснений дается на русском языке, а отработка, естественно, дается на английском языке. То есть, таким образом, даже если к вам в класс пришли ученики послабее, которые не работали раньше по учебникам happyenglish.ru, перевелись из другой школы, то все равно они смогут включиться, попасть на тот же уровень, что и ученики, которые у вас по этим учебникам учились, и разобраться с тем, каким образом необходимо готовиться к итоговой аттестации. Еще один принцип. Использование авторских песен и стихов для отработки материала и развития эстетического восприятия английского языка. Вот эстетическое восприятие английского языка, понимание того, что язык, это еще и красиво, что можно получать удовольствие от языка, от того, что вы на нем говорите, от того, что вы его понимаете. Но мы сами все учителя-профессионалы, мы сами это удовольствие получаем. И иногда бывает очень трудно детей это донести. И вот здесь авторские песни и стихи позволяют не только решать конкретные задачи методически, но и вот эту задачу повышения мотивации и задачу воспитания школьников. Воспитательная ценность упражнений и текстов. Сама информация подается таким образом, и такие повороты сюжета в учебниках используются, которые позволяют детям понять, что есть целая система ценностей общемировых, что есть система ценностей национальных. Но в любом случае, из какой бы мы страны родом ни были, мы все остаемся людьми и должны этому высокому званию соответствовать. Давайте теперь несколько слов поговорим о методических принципах мили-минодальном English, но я смотрю, уже есть вопросы. Вот кто-то пишет, сама с нетерпением жду возможность попробовать новый учебник. Коллеги, попробуйте, учебники интересные. Родители собирают, это Елена Владимировна пишет, на деньги на учебник English для пятого класса. Елена Владимировна, я вам очень советую попытаться напрямую заказать из издательств, вернее, сначала узнать, потому что доставка в Смоленскую область, она, конечно, не такая дорогая, как доставка куда-нибудь за Урал, но все равно, если вы уже с магазином договорились, это замечательно. Но, может быть, напрямую из издательства тоже будет недорого, и, может быть, будет даже удобнее. Далее. «Надо покупать срочный учебник для третьего класса, интересно, про Моргану». Это нам пишет Елена Непочатых из Иркутской области. На самом деле, там очень интересная история. Поверьте, я сам, когда читал учебник для четвертого класса, поражался тому, какие нестандартные ходы авторы находят для того, чтобы информацию донести для детей. Дракошу в седьмом классе шокировали. Да, дети уже повзрослели, тогда, когда учебники только писались и авторами задумывались. Но вы знаете, как дети быстро взрослеют, быстро они растут. Тогда эта информация шла еще удобно. Дети пока еще умели играть, а сейчас меняется общество, сейчас все больше электронных средств массовой коммуникации и средств общения. И дети уже устали от такой социализации, они уже не умеют фактически общаться друг с другом. И ценность книги, ценность сказки, ценность хорошей истории для них постепенно все ниже, ниже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok